Всем же можно, а почему тебе нельзя? Ну, девчонки. Когда идешь в магазин, ты знаешь, какие тебе можно кушать продукты, а какие нельзя? Можно, зефир и сок можно. А вот этот вот коктейль, который ты себе делаешь из вот этой из банки, он... Кислый, кислый. Вкусный? Угу, немножко. Это диетотерапия без этих вот смесей, которые нам дает государство. И нецелесообразно, потому что оно не восполняет всю потребность организма. Это уже доказано. Эта болезнь очень-очень коварна. Если ребенок или взрослый не получает эту смесь аминокислот, которая заменяет продукты, которые нельзя кушать, то у них в организме образуется яд, который приводит к разрушению коры головного мозга. И в конечном итоге люди, эти люди становятся недеоспособными. Конечно же, это будет все происходить на моих глазах. Вот, ну, я не знаю, как мне это пережить, потому что, ну, это очень жестоко. Я не думаю, что это такие деньги огромные для государства, чтобы невозможно было купить детям этот препарат. Я, это не те деньги. Это, ну, мой ребенок, конечно, не выдержит этого. Ну, я в том числе. Мне еще Юра понравился, Юра даже. Там из класса твоего? Да, мальчик мой. Ты ему сказала об этом? Угу. А скажешь? Скажу. А что он ответит как-то на мальчик? Хорошо. Не знаю. Ты не боишься, не стесняешься? Нет. Она самостоятельно ездит в колледж. Она там, ну, достаточно хорошо интегрирована в группу. Вот, дети ее принимают. По отзывам педагогов, ну, все неплохо, все благополучно. После колледжа она сама добирается тоже домой, готовит себе суп. Вот, она себя, ну, ухаживает за собой. Она, ну, вот при соблюдении диеты, я думаю, что она бы смогла жить и работать, платить налоги. Ну, в обратной ситуации ничего, к сожалению, не получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!